Во имя Отца и Сына, Исхода Годуха. Вашего Закопреосвященства, дорогие отцы, братья и сестры. Каждый богослужебный день мы совершаем память кого-то без святых. В храмах совершается божественная литургия, но один день в неделю особенно сосредоточен на главной надежде каждого христианина. В воскресенье мы празднуем воскресенье Христова. Это главная надежда каждого из нас. Ведь если воскрес Христос, то смерть побеждена. И каждый верующий во Христа, если и умрет, оживет. Но также сегодня мы празднуем память святой великомученицы Варвары, которой посвящен и один из пределов нашего собора. Это наш престольный праздник. Говоря о святой мученице Варваре, очень важно нам помнить одно качество ее, которого очень не достает современным людям. Давайте с вами вспомним, кто такая святая великомученица Варвара. В житии говорит о ней, что она была молодой, здоровой, обеспеченной и очень красивой девушкой. Красивой настолько, что ее отец, язычник Диаскор, даже соорудил особую важную, чтобы она в ней жила и чтобы таким образом оберегать ее молодость и красоту. Но какие мысли заводят святую великомученицу? Она, глядя из окна на пейзажи и просторы природы, начинает задумываться, а кто автор всего этого? Ради чего мы здесь? Кто создал эту красоту? И мы с вами видим, что святая великомученица задумывается о Дворце мира. А когда отец выпускает ее из башни, то она в городе находит христиан и принимает христианскую веру. Вот давайте с вами посмотрим в наше время такие люди, у которых есть и здоровье, и молодость, и красота, и достаток. Насколько часто они задумываются о Боге? Когда у людей есть все это, они или пускаются развлечения, или стремятся в карьере, или еще к чему-то, но лишь многие, немногие из таких людей знают и думают о том, кому сказать спасибо за все то, что у них есть. Когда случается спор, печаль, многие из этих людей в связах начинают хвататься за всякую возможность, чтобы спастись от своей беды, в том числе и приходят к Богу. Но, дорогие братья и сестры, давайте посмотрим на жизнь каждого человека. Почему один верующий, а другой нет? И чем верующий отличается от неверующего? Сегодня мы молимся в этом храме, храм полный людей. Мы стоим не один час, а два, два с половиной часа. Причем не просто стоим, а сосредотачиваемся на молитве. Молимся, мы молимся, мы хвостимся, мы изучаем слово Божие, мы учимся прощать, мы учимся не воздавать злом за злом, мы учимся поступать с другими так, как хотим, чтобы поступали с нами. И все это труд. И он совершается не раз и не два, а изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Так ради чего христианин вновь и вновь стремится в храм, вновь и вновь становится молитв, на молитву, вновь и вновь совершает свой духовный труд. Просто потому, что так принято, или потому, что мы боимся попасть в вечную луку, на самом деле, духовная жизнь христианина – это не просто исполнение духовных упражнений или церковных традиций и обычаев. Духовная жизнь христианина – это не христианин диалог человека с Богом. Мы обращаемся к Богу в молитвах, Господь обращается к нам через Слово Божие, через Писание, через обстоятельства, через труды людей, через нашу совесть в глубине сердца. И нет более счастливого человека в этом мире, наверное, чем человек, живущий с Богом. Счастье этого человека никто не отберет и не украдет, оно никуда не исчезнет. Но, дорогие братья и сестры, еще один очень важный момент, который мы с вами должны помнить, что гораздо лучше благодарить Бога в радости за то, что у нас есть, чем в годних слезах умолять Бога об избавлении от беды. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте подражать великомученице Варваре в том, что делала она. Имея здоровье, красоту, юность и обеспеченность, она думала не о суетном, не о земном, не о временном, но о вечном, о дворце мира. Она искала первого Христа, и она встретилась со Христом. Для того, чтобы духовная жизнь началась у нас, должна произойти встреча с Богом. Встреча с Богом – это момент, в который сила Божия встречается с верой человека. И если Господь ищет встречи с каждым человеком, он так и говорит в Священном Писании, «Вот стою и стучу, кто откроет нам войну». В молитвах к Исповеде мы слышим строки из Писания, что Господь говорил, что не хочет смерти грешника, но чтобы все спаслись и пришли в познание истины. Но если человек хочет, если Господь хочет всегда встречи с человеком, то человек не всегда хочет встречи с Богом. И если в радости сердце человеческое не слышит голос Божия, то Господь пытается достучаться до нас через Бог. Может быть, поэтому так много скорби в нашем мире. Так мы, дорогие братья и сестры, давайте будем подражать Святой Великомученицу Варламу. Давайте не будем дожидаться, пока наш врач поставит нам страшную глядность, или когда наш работодатель скажет, что мы уволены, или когда что-то случится в нашей семье, или произойдет еще какая-то восходь. Но давайте прямо сейчас, пока у нас есть здоровье, пока мы ходим своими ногами, пока мы имеем какой-никакой одостаток, будем благодарить Бога за то, что у нас есть, прежде, да больше просить Бога о том, чего у нас нет. И мы увидим, что есть у нас не так и мало. Более того, Господь нам даст то, о чем мы не могли придумать. Когда-то царь Соломон просил. Господь обратился к царю Соломона, говорит, проси, что хочешь, и дам тебе. А царь Соломон просил только мудрости у Бога. На что Господь ему сказал, за то, что ты просил мудрости, а не богатства, славы и тому подобного, я тебе дам и мудрость, и богатство, и славу. И Соломон это получил. Поэтому важно прежде всего, среди разных обстоятельств, которые у нас есть, искать Бога, думать о личном. Если не каждый из нас может писать шедевры литературы или живописи, исследовать далекие уголки Вселенной, то к Богопознанию перед с вами каждый из нас. Этим мы видим и занималась святая Великомученица Варвара. Она стремилась найти Бога, познать Его. Конечно, в нашей жизни будут скорби. И Великомученица Варвара претерпела скорби. Она мученически пострадала за Христа. Но это была не скорбь в разумлении, а это была скорбь мученичества за Христа, Благодаря которой она не только сподобилась Царства Небесного, но и вошла в любопрославленных святых православной церкви. Дорогие братья и сестры, давайте будем помнить об этом примере Великой и Святой. Давайте будем учиться благодарить Бога за то, что мы имеем. Видеть, что мы имеем. Видеть то, за что можно поблагодарить Бога. И лишь потом просить того, чего, как нам кажется, нам не достает. Ведь Господь не зря сказал такие слова, верный и малый, и во многом вере будет. Поэтому, кто за малое умеет поблагодарить Бога, тот получит многое. Аминь. Спасибо, Господи.